добрый день друзья начинаем наше заседание пленарное заседание нашего терапевтического московского общества научного который проходит сегодня в необычной обстановке нас не пустили в аудиторию анатомическая аудитория первого медицинского института потому что сейчас все аудиторные занятия кроме практически предполагают заочное общение это в первом меди и соответственно аудитории закрыта для посещения кем бы то ни было мы уже откладывали сегодняшнее заседание в мае потому что тоже было все было совсем все плохо с точки зрения обстановки но мы решили что в сентябре мы все-таки проведем наше заседание несмотря на те трудности которые возникли сегодняшнее заседание у нас торжественное заседание посвященное вручению премии московского городского научного общества имени дмитрия дмитрия плетнева за выдающиеся успехи в развитии отечественной терапевтической школы премии за 2019 год то есть мы ее вручаем как бы ну на следующий год после того как она была объявлена премии ежегодные за эти годы уже много человек стало лауреатами этой премии основная масса это люди которые скажем так на слуху у наших врачей у наших терапевтов среди них и андрей иванович воробьев и валентина александр насонова евгений евгеньевич гогин и многие многие другие ну вот обычно мы конечно вручаем ее очно но в этот раз сделать это будет невозможно поэтому я просто пока покажу как выглядит эта премия это достаточно тяжелый предмет это камень на котором написано что это московское городское научное общество и написано что это лауреату премии имени дмитрия плетнева и здесь внизу табличка вот вы ее видите да николай романовичу полееву двести двадцать девятнадцать я поставлю ее чтобы не держать мы ее передадим сыну николай романович потому что сам николай романович оказался вообще за рубежами нашей страны и не может уже вернуться оттуда много месяцев тоже обстоятельства нынешние нынешней жизни таковы что многие люди оказались лишены возможности вернуться на свою родину потому что не работают не летают туда самолеты закрыты границы не ездят машины вообще все это немножко напоминает военная военная обстановку хотя конечно сейчас никакая не война так на первый взгляд но вообще-то говоря ничего смешного ничего хорошего я в этом не вижу ну рассказывать о николай романовича можно много и долго но я в двух словах буквально опишу нашего лауреата он закончил первый медицинский институт в 1950 вместе с моим отцом с андреем ивановичем воробьевым и они всю жизнь продружили надо сказать он в начале своего профессионального пути оказался на северах как теперь говорят и несколько раз выезжал в полярной экспедиции будучи там не только врачом но и выполняя другие функции потому что как вы понимаете у полярников не так много людей чтобы человек мог заниматься только какой-то одной проблемой затем он вернулся в москву в первый медицинский институт где закончил ординатуру у профессора мясникова которого мой отец тоже был боготворил как своего учителя хотя отец заканчивал ординатуру у иосифа рамчика сирского но тем не менее это все таки пересечения по жизни на протяжении многих десятков лет которые довольно интересно и дальше насколько я понимаю николай романович всю свою жизнь все следы последующую жизнь проработал в одном институте в одном месте это не так часто бывает когда 50 лет подряд человек трудится на одном рабочем месте причем место такое не очень простое это институт манеки это институт который прочно связан связан у нас именем дмитрий плетнев между прочим и там он возглавлял терапевтическую службу кафедру и вот до сих пор ну сейчас конкретно сейчас он там не работает но вообще до последнего времени он осуществлял там свою профессиональную деятельность он возглавлял различные другие кафедры но все время оставался сотрудником манеков кроме того из очень наверное серьезного такого послужного списка это то что николай романович возглавлял издание издание медицина основное издание которое публиковала медицинскую литературу в те годы интересно что из этого издания у меня сейчас работает редактором анастасия романовна я даже подумал не родственник или по отчеству но анастасия романовна из оренбуржья она тоже очень известный человек она возглавляла терапевтическое направление это издательство но когда издательство стало приходить в упадок ее оттуда уволили вот я ее взял к себе она уже много лет у нас редактирует научные наши журналы что еще можно сказать из такого очень существенного ну вот николай романович прислал письмо который наверное я сейчас зачитаю она имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме тем более что мы просим лауреатов обычно выступить с каким-то обращением и каким-то образом связать себя с дмитриевичем плетневым ну вот в данном случае это что называется рояль в кустах поэтому я просто прочитаю этот текст московскому городскому научному обществу терапевтов уважаемые коллеги с благодарностью принимаю награждение меня премии имени дмитрия дмитрия плетнева великого врача и ученого внесшего огромный вклад в развитие медицины более 50 лет назад после смерти моего учителя александра леонидовича мясникова я перешел из госпитальной терапевтической клиники первого медицинского института имени иван михайловича сечина сеченого в монике имени владимирского прославленной традициями гуманизма доктора газа и именами выдающийся деятель клинической медицины среди которых и дмитрий плетнев с двадцать девятого по тридцать седьмой год он руководил терапевтической клиникой маки сегодня это моники где провел последний самый блистательный период своего творческого научного пути я напомню что он был после этого арестован в 1969 году я был избран руководителем терапевтической клиники кафедры терапии маники в это же время мной были намечены первые шаги по реабилитации дмитрий плетнева вы не поверите но даже я это я сейчас уже извините отступление даже я помню эти первые шаги потому что одной одним из них было было выступление на терапевтическом обществе и меня отец привел туда когда я был еще школьником продолжаем надо сказать что в те годы существовало правило согласно которому прошение о реабилитации должны были подавать родственники осужденных считалось что у дмитрия дмитриевича расстрельного 11 сентября 41 года в орловском централе родственников не осталось он не был женат но я знал что мои друзья семья известного художника роберта фалька его жена и теща были связаны родственными узами с дмитрием плетневым одна была двоюродной сестрой а жена роберта фалька приходилось племянницей дмитрию дмитриевичу мы написали первое письмо прошения пересмотре дела дмитрия плетнева подписаны как и требовалось елена ивановна и ангелина васильевна щекин кротовыми два долгих года мы ждали ответа не дождались умер генеральный прокурор личным врачом нового генерального прокурора стал виталий григорьевич попов замечательный врач профессор ученик плетнева работавший у него ассистентом виталий григорьевич принял горячее участие в дальнейших наших действиях он рассказал обо всем новому прокурору и второе письмо щекин кротовых на следующий же день легло на его стол прошение было рассмотрено специальной комиссии был вынесен вередикт реабилитировать в связи с отсутствием состава преступления это случилось 1985 году спустя шесть лет после подачи первого прошения с тех пор среди нас умный бесконечно талантливый него невероятно энергичный влюбленный в жизнь выдающийся ученый профессор медицины дмитрий дмитриевич плетнев возвращено имя дмитрия дмитриевич плетнева присвоено еще в тридцать третьем году постановлением в цикр сср клинике и девятому курсу корпусу манеке которым занимался врачебной научно-педагогической деятельности заслуженный деятель науки сср профессор дмитрий плетнев и в который уже полвека работаю я для меня сегодня особенный день я с благодарением принимаю награждение этой почетной профессиональной премии и сожалею что из-за сложившихся условий связанных с коронавирусом я не могу лично присутствовать на ее вручении желаю всем здоровья и новые достижения в медицине служить которым и все призваны призваны богом судьбой и совестью всегда ваш николай полеев ну действительно не так много людей способных на подобные поступки я скажу что шесть и конец шестидесятых годов совсем не располагал к реабилитации невинно осужденных это было не то время когда было принято и можно было как сейчас свободно обсуждать подобные проблемы поэтому я бы отметил этот поступок как достаточно героический в то время за него можно было и пострадать немножко уверяю вас но слава богу все прошло дмитрий дмитриевич реабилитирован и мы имеем возможность в общем то это была наша задача когда мы создавали эту премию придумывали эту премию реабилитирует дмитрий дмитриевич в памяти врачей нашей страны потому что он действительно гениальный человек гениальный врач гениальный ученый если вы откроете любую книжку написанную дмитриевичем плетневым то вы будете ее читать как сегодняшнее произведение ну я всегда привожу в это плане пример учебника по внутренним болезням плетнева левина или левина плетнева я сейчас не помню кто из них первый где описано и микроскопия мазков крови и бронхоскопия и рентген то есть те методы которыми мы сегодня пользуемся они в начале 20 в начале 20-х годов да это учебник вышел во время гражданской войны они были очень широко расписаны подробно и в общем то до настоящего времени эти описания не потеряли мне кажется своего значения я уж не говорю про клинические эссе дмитрий дмитриевич они просто фантастически у дмитриевича плетнева не было семьи что резко отличает его от николая романа чапалеева у николая романа чапалеева семья есть есть двое сыновей оба доктора наук правда один не медик один медик у него замечательная жена невестки внуки многочисленные и мы сегодня попросили выступить с традиционной лекцией посвященной вот этой торжественной дате сыну сына дмитриевича простите пожалуйста сила сына николая романовича полеева филиппа николаевича который является членом корреспондентом российской академии медицинских наук а теперь российской академии наук и заместителем генерального директора по научной работе кардиологического научного центра но я не буду эти фгб у произносить да мы все знаем кардиоцентр чазово сейчас он не чазово но тем не менее я думаю что ими это тоже будет приобретено филипп николаевич расскажет свою любимую насколько я понимаю тему эта тема миокардитов клинические рекомендации которые на самом деле сегодня приобрели новое звучание в рамках вот развития ковидной инфекции когда стало ясно что ковид поражает не только легкие не столько легкие но и самые разные органы и системы мы много здесь говорим о поражении головного мозга но идет поражение сердечно-сосудистой системы поражение сердца непосредственно поэтому я думаю что эта тема еще раз повторюсь она актуальна не только в каком-то таком историческом научном контексте но и буквально вот эта тема актуальна для сегодняшнего дня пожалуйста филипп николаевич надо включить микрофон нет вас не слышно вы что-то не включили сейчас слышно вот сейчас наверно слышно да вот замечает вот теперь слышно уважаемые павел андреевич уважаемые коллеги спасибо большое прежде всего еще раз хочу передать от отца за такой почетный привет и благодарность за то что оценен его труд и работы и наверное тогда для затравки коль павел андреевич коснулся этой темы скажу что действительно любопытная совсем недавно вышла статья немецких коллег по поводу посвященная ну вот буквально это новая статья она посвящена была чистоте определения поражения миокарда она в джайме вышла посвящена была чистоте выявлением поражения миокарда по данным мрт с контрастированием пациентов перенесших ковид взято было сто пациентов которые перенесли к вид с глубиной наблюдения где-то порядка семидесяти дней после перенесенной инфекции в принципе это уже достаточно много времени прошло пациенты мне не сильно пожилые в средний возраст порядка пятидесяти шести лет любопытно что он по данным ультразвукового исследования них не было никаких существенных изменений в фракции выброса и конечно диастолическом объеме левого желчка но при этом у 60 по моему даже больше под 70 процентов пациентов найдем 70 процентов пациентов найдены изменения в миокарде специфические характеризующие наличие воспалительного процесса интермуральные изменения в ткани миокарда поэтому тема наверное я думаю будет активно развиваться и и оцениваться корреляция была выявлена с повышенным уровнем тропонина в период активного миокардита значит моя лекция такая специфическая потому что эти рекомендации которые я буду сегодня озвучить они уже практически готовы они находятся на согласовании министерстве здравоохранения я бы хотел сказать что скорее всего мы должны воспринимать это как некий важный элемент нашей жизни всегда часто рекомендации критикуют за то что они не полные они не все учитывают интересы не совсем правильные но я думаю что для нашего сообщества это такой огромный шаг вперед потому что до этого обсуждение вопроса микронаргенных заболеваний миокарда которым занимался отец всю жизнь и миокардита в частности всегда на заканчивался тем что это сложное заболевание очень трудно для диагностики очень много неясного и так далее и так далее и подступиться к созданию рекомендации было очень трудно в конце концов 42 эксперта специалисты их участвовали в их создании 220 грядок или работ было проверено для того чтобы собрать этот документ и особое спасибо я хотел бы сказать григорий павлович арутюнова который это этот процесс лидировал благодаря его энергии они в конце концов получили свет очень много было споров разногласий и так далее связанных с этим но все-таки я воспринимаю и надеюсь что вы воспринимаете это как позитивный шаг и сегодняшнее наше общение я надеюсь закончить тем что будут какие-то предложения по коррекции возможно этих рекомендации каждые шесть месяцев мы имеем право их менять или дополнять или оптимизировать мы планируем также их активно обсуждать на съезде российского кардиологического общества который будет на следующей неделе там будет отдельный круглый стол поэтому если у вас возникнут по ходу презентации и обсуждения какие-то конкретные предложения буду очень вам благодарен с тем чтобы дальше их донести до коллег что важного есть в самих рекомендациях это безусловно определение и четкие характеристики некоторых понятий которые иногда достаточно спорные определение миокардита дано как группа самостоятельных нозологических единиц проявлением или проявлением других заболеваний характеризующихся поражение миокарда воспалительной природы инфекционной токсической аллергической аутоиммунной или неясной этиологии важно что в рамках рекомендаций приведены переведен на определенный перечень терминов которые в принципе через из которых достаточно спорные и даны также согласованы условно на определение этих терминов вот мы очень много всегда спорим с коллегами по поводу терминов воспалительной кардиомиопатии и деляционной кардиомиопатии Николай Романович категорически не любит этих терминов считая что термин кардиомиопатии должен быть зарезервирован за заболеваниями неизвестной этиологии заболевания миокарда не известной неясной этиологии или не диагностируемых но в частности во все таки удалось согласовать что воспалительная кардиомиопатия – это, опять же, групповое понятие, то есть это не диагноз, это, так скажем, группа заболеваний, характеризующаяся воспалением, это миокардит, ассоциированный с дисфункцией левого желудочка. А дилетационная кардиомиопатия – это тоже групповое понятие, которое характеризуется клиническим фенотипом, связанным с дилетацией полостей сердца и нарушением сократительных функций левого желудочка. Критериями миокардита очень важными являются, безусловно, гистоиммунологии, иммуногистохимические, и они четко верифицированы, благодаря Даллским критериям описывают количество лейкоцитов и особенность воспалительного инфильтрата, который и определяет точный диагноз миокардита. Однако мы имеем разные варианты клинико-морфологических картин миокардита, и, соответственно, есть классификация Лейбермана, которая характеризует, она также в наших рекомендациях указана, и рекомендуем ей пользоваться. Это клинико-морфологические особенности миокардитов или классификация миокардитов, которые определяют молниеносный, подострый, хронически активный и хронически персистирующий миокардит. Для клинического применения рекомендации предлагают пользоваться любой клинической классификацией, которую вам больше нравится или которая принята в данном медицинском учреждении. Единственное, четко и жестко мы должны с вами классифицировать заболевания с использованием МКБ-10. Это важно для учета. И здесь мы видим, что есть отдельный подраздел, посвященный миокардитам, острый миокардит, инфекционный миокардит, который не включен в другие группы, изолированный миокардит, другие виды миокардита. Миокардиты при болезнях классифицированных в других группах идут с отдельными диагнозами и с отдельными кодами. И, соответственно, выставляя эти коды, вы должны, имея такого пациента, вы обязаны выставлять соответствующий код заболевания. Будь то бактериальные миокардиты, вирусные миокардиты с определенным этиологическим фактором или другие миокардиты, например, при системных заболеваниях. Я, учитывая, что сегодня такой торжественный день, посвященный моему отцу, и мне дана такая честь выступить, и, соответственно, я, конечно, расскажу про классификацию, которую разработал Николай Романович. И эта классификация многоуровневая, она включает в себя этиопатогенетические компоненты, в котором выделяются инфекционные иммунные, инфекционные миокардиты, вирусные, бактериальные, грибковые и так далее. Эта классификация достаточно известна. В принципе, она не отличается от, не сильно, так скажем, противоречит другим классификациям, но имеет определенные особенности. В частности, вот давно-давно был очень популярен, ну, как термин, инфекционно-аллергический миокардит, который, в принципе, на сегодняшний день фактически утратил свою силу, и мы понимаем, что большинство миокардитов протекает по принципу аутоиммунной реакции, хотя есть и аллергические миокардиты аутоиммунные, которые развиваются в ответ на, соответственно, различные аллергены. Третья группа – это токсикоиммунные миокардиты. Здесь, возможно, лекарственные реакции на воздействие тяжелых металлов, гормонов и так далее. Вторая часть классификации очень важная – это очаговые диффузные. Мы знаем, что миокардит имеет определенную особенность клиническую, связанную с тем, что может протекать очаговый, и при этом клиническая картина миокардита может не соответствовать степени воспалительного процесса. Здесь вопрос, который, наверное, требует, как скажем, и, может быть, обсуждений, может быть, какой-то дискуссии. С одной стороны, да, бывают очаговые миокардиты, полная веб-блокада, тяжелое состояние пациента, очаговый миокардит, локальный в зоне, проводящей систему сердца, требующий очень быстрых и четких реакций, но при этом зона воспаления небольшая. И мы имеем иногда часто дело с диффузным поражением сердца. Вот отчасти, благодаря возможности МРТ и динамическому наблюдению за пациентами, сейчас в последнее время мы все сходимся во мнении, что все-таки очаговость и диффузность – это как бы этапы одного процесса, скорее всего. И очаговый часто переходит в диффузные. Клинические варианты течения – очень интересная тема, мы потом немножко ее коснемся. В каком варианте, под маской какого заболевания может протекать миокардит? И интересно то, что большинство миокардитов, больше половины миокардитов, протекает малосимптомно или бессимптомно, и пациенты обычно спонтанно выздоравливают. При этих состояниях. Псевдокоронарный – довольно частый вариант по принципу острого коронарного синдрома. И два варианта декомпенсационных различают по типу остросердечной и хронической сердечной достаточности. Ну и не надо забывать, что миокардит может манифицировать в виде аритмии и внезапной смерти. В принципе, до 30% случаев внезапных смертей у молодых мужчин связаны, в частности, с миокардитом. И варианты течения. Острый миокардит легкого течения, как уже говорил, до 50%. Острый миокардит тяжелого течения. Развивается постоянная обычно дисфункция. В 25% случаев у этих пациентов развивается дисфункция, стойкая дисфункция миокарда. И где-то в 15-20% случаев это все трансформируется в терминальную форму, то есть прогрессирующая сердечная недостаточность. Хронический миокардит и рецидивирующий миокардит. И теологически очень неопределенные данные по распространенности, опять же, связанные с тем, что нечасто верифицируется диагноз при жизни, и нечасто многие пациенты живут, переносят миокардит в легкой форме, соответственно, до 22 случаев на 100 тысяч населения встречается. Немного о патогенезе. Модель патогенеза, она, безусловно, немножко разная для разных форм миокардита, наиболее разработанная и также описанная в клинических рекомендациях, это трехфазная модель, при которой есть первая стадия, это острые первые 7 дней прямое токсическое повреждение вирусом кардиомиоцитов, развитие вирусного повреждения миокарда и на фоне этого развитие аутоиммунных реакций, соответственно, как реакции на появление скрытых антигенов, высвобождение цитокинов и, соответственно, формирование аутентител. Вторая стадия, она длится до 30 дней, острый миокардит в ряде случаев самовоздоровления, ограничения процесса и выздоровления, в части случаев развития, в половине случаев развития аутореактивного миокардита, аутоиммунных реакций и хронизация процесса. Ну и исходы хронического миокардита могут быть в четырех фактически различных вариантах. Это варианты, характеризующиеся самим процессом наличия или отсутствия аутоантител, вирусов или микробов, которые вызвали, соответственно, процесс активности воспаления и активности ремоделирования. Отсюда мы можем получить формы более тяжелого течения хронического миокардита и формы более стабильного течения хронического миокардита. В принципе, любопытно, что сейчас мы уже с вами имеем подходы к курации пациентов на этой стадии. Мы с вами часто слышим и много, наверное, читали и встречали на съездах обсуждение вопроса о том, что у пациентов с диляционной кардиомиопатией, которую иногда называют воспалительной кардиомиопатией, а по сути это фактически следовый след после перенесенного активного миокардита, вот у таких пациентов, которые имеют признаки текущего воспалительного процесса и высокий титр аутоантител, в частности, можно удалить аутоантитела с помощью иммуноабсорбции и, соответственно, получить более мягкое течение заболевания в перспективе и лучший прогноз у этих пациентов. Итак, что предлагается в наших рекомендациях для диагностики? Для диагностики предлагается условно алгоритм выявления основных клинических проявлений заболевания, в сочетании с дополнительными клиническими проявлениями и определенными диагностическими критериями, которые в совокупности дают нам возможность с большой долей вероятности заподозрить у данного конкретного пациента миокардит. Соответственно, как уже упоминалось, это острая боль в грудной клетке, вызванная перикардитом или псевдоишемическая. Это один вариант. Второй вариант – это острая сердечная недостаточность, которая развивается до трех месяцев, от двух недель до трех месяцев от начала заболевания, чаще всего от начала контакта с инфекцией или признаков ОРВИ. Третий вариант – это форма хронического такого процесса, когда проявления хронической сердечной недостаточности начинаются после трех месяцев от начала заболевания, то есть такое отсроченное проявление, клиническое проявление болезни. Следующий вариант – это аритмогенная форма с нарушениями ритма. И четвертый – это кардиогенный шок. Необъяснимый кардиогенный шок, не связанный с другими причинами поражения миокарда. Дополнительными клиническими критериями является лихорадка и связь ее с перенесенной инфекцией в течение последних 30 дней, околородовой или родовой период, предшествующий перенесенный миокардит или подозрений на миокардит, наличие отягощающих в анамнезе наследственных заболеваний, так как астма, аллергия, аутоиммунные заболевания и отягощенность наследственная по дилекционной кардиомиепатии или миокардиту. Диагностическими критериями предлагается, в качестве диагностических критерий предлагается использовать результаты электрокардиографического, холтеровского мониторирования стресс-теста, если этот тест можно проводить. Не всем пациентам, понятно, но он может быть проведен. Данные данные о повреждении миокарда по повышению уровня специфических маркеров. Специфические определенные данные эхокардиографического исследования. В данном случае речь идет об исключении с помощью эхокардиографического исследования исключения органического поражения клапанов сердца. Ангиография здесь позволяет нам исключить ишемическую болезнь сердца и МРТ сердца имеют более-менее такие специфические признаки миокардита в острой стадии заболевания. И соответствующая, как уже еще раз подтвердил, специфическая картина МРТ. Так вот, сочетание одного или более основных клинических проявлений в сочетании или без дополнительных клинических проявлений или одной или более диагностических критериев из разных категорий позволяет нам с большой долей вероятности поставить, предположить диагноз миокардита, острого миокардита у данного пациента. Надо сказать, что это фактически замена критериев Нью-Йоркской ассоциации кардиологов, которые давно-давно существовали. Немножко остановимся, как это было у нас написано в рекомендациях, также достаточно неплохо описаны некоторые дебюты заболевания, в частности, дебют миокардита под маской острого коронарного синдрома, как болевой синдром с изменением на кардиограмме и с неспецифическими изменениями, но которые можно диагностировать как подъем, как острой шимии миокарда. Это изменения на эхо или МРТ и положительные терпанины в большинстве случаев. Ну вот как пример могу показать вам электрокардиограмму пациента 17 лет, который поступил с острым болевым синдромом и соответственно изменения на электрокардиограмме у него можно воспринять как острое повреждение миокарда, острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. Понятно, что возраст достаточно сомнительный для такого диагноза, но по факту боли и измененные КГ предполагают этот диагноз. Ну и в плане верификации был поставлен диагноз миокардита и через месяц лечения полное восстановление электрокардиограммы. А здесь литературный случай это тоже ситуация, когда пациент поступал с острой болью в сердце, острый болевой синдром, видный подъем сегмента СТ, то есть фактически подъем острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ и вообще достаточно быстро нормализация электрокардиограммы и потом после коронарографии был выявлен, был отвергнут диагноз ишемической коронарно-матерской розы и потом подтвержден диагноз острого миокардита. Второй вариант, я уже говорил, это по типу острой сердечной недостаточности, которая развивается достаточно быстро в первые три месяца от начала заболевания и связана с перенесенной вирусной инфекцией. И третий вариант, это хроническая сердечная недостаточность, которая развивается по типу о систолической дисфункции, отсрочена, то есть через три месяца после начала заболевания, как следствие, видимо, текущего воспалительного процесса и дилатации полостей сердца. Теперь хотел бы перейти дальше к вопросам диагностики, но перед этим, так как будет теперь участвовать, будет указываться достоверность различных методик и значимость их, я хотел бы остановиться на том, что, к сожалению, система оценки убедительности и достоверности рекомендаций была изменена. И по институтам коллегами из Центра экспертизы контроля качества медицинской помощи был предложен совершенно новый инструмент, новая система оценки убедительности и достоверности. Вот это традиционно, то, что мы с вами, наверное, привыкли уже давно по европейским рекомендациям видеть, и, к сожалению, у нас это все теперь выглядит вот приблизительно таким образом. Уровень убедительности рекомендаций фактически предусматривает буквенное обозначение, это ABC, сильная рекомендация, условная рекомендация, слабая рекомендация. Если помните, давно-давно Европейское общество кардиологов тоже, по-моему, Европейское общество тоже начинало с трех позитивных рекомендаций, и потом, в конце концов, вот эту третью рекомендацию превратили в негативную. То есть если она есть, значит, процедуру делать не надо. Мы пока, видимо, находимся на такой стадии, пока не дошли до европейского уровня. Ну, к сожалению, мы здесь, как эксперты, не можем пока ничего сделать. Мы заявляли, что это неправильная система, не совсем адекватная система, но пока не можем с ней никак поороться, поэтому вынуждены ее использовать. Соответственно, уровни убедительности ABC и уровни достоверности доказательств у нас их H5. Вы можете посмотреть, причем они разные для диагностических вмешательств. Здесь учитывается международный опыт. А для лечебных и реабилитационных манипуляций профилактических мероприятий здесь учитывается российские клинические исследования. То есть фактически российский опыт доминирует, и, соответственно, возможности получения высокого уровня достоверности возможны только при наличии, соответственно, российского опыта. российских исследований. Итак, что в рекомендациях прописано в качестве лабораторной диагностики заболевания? Определение уровней. Значит, я обращу ваше внимание, что у нас в большинстве позиций уровень убедительности и уровень достоверности достаточно низкий стоит. Почему? Потому что больших клинических исследований на группе миокардитов нет. И во многом это согласие экспертов. Поэтому уровни не самые высокие. И там высокие уровни, где мы используем рекомендации по лечению острой или хронической сердечной недостаточности. А при тяжелых формах миокардита с декомпенсацией кровообращения мы как раз пользуемся этими рекомендациями. Так вот, мы рекомендуем, безусловно, обследовать пациентов и изучать у них скорость оседания элитроцитов и цириактивный белок как признаки воспалительного процесса. Обязательно обследовать в динамике уровень тропонина А и Т, исходные в динамике. Обычно у пациентов с миокардитом он держится до месяца, если повышается. Про БНП также рекомендован к изучению, к обследованию этих пациентов. Что дополнительно? Значит, не следует исследовать рутинно у пациентов уровень антител к вирусам, вирус нейтрализующих антител в крови. Это не имеет большого клинического значения и не меняет тактику ведения пациентов. В то же время рекомендуется изучение и определение уровня аутоантител к кардиомиоцитам, если данным, то есть аутоантител, если это недоступно в вашем учреждении, соответственно, пациенту кровь должна быть передана в специализированное учреждение. Антитела обнаруживаются достаточно часто, и их более 20 известно. Они несут негативно-прогностическое значение для течения и острого змеокардита, соответственно, аутоиммунной стадии заболевания, и для течения хронического миокардита и дилатации полостей сердца. Электрогиограмма всем нужна пациентам, но она не специфически носит характер эха. Это обязательно с высоким уровнем достоверности и значимости проводится всем пациентам. Также она обязательно перед проведением эндомиокардиальной биопсии. Рентгенография органов грудной клетки обязательно проводится. Это позволяет нам верифицировать заболевания, поражения легочной ткани, легочной гипертензии, наличие гидротографа, инфильтрации в легких. Радионуклеидные исследования не рекомендуются ввиду своей сложности и низкой информативности. Они рекомендуются только при одной форме миокардит, специфической, такой, как саркоидоз миокардит сердца. Я все равно покажу некоторые картинки с антирадиозотопных исследований, но, скажем прямо, это больше научный интерес имеет. Ну а вот саркоидоз сердца, это как раз для саркоидоза сердца эти исследования как раз очень важные и показательные. С дезокси глюкозой. И позволяют нам проследить и динамику процесса лечения заболевания. Магнитно-резонансная томография, как я уже говорил, она показана, показано ее проведение. Наиболее информативные и наиболее интересные результаты мы с вами получим в острой стадии заболевания. Они наиболее коррелируются с диагнозом острого миокардита. При хроническом миокардите данные МРТ не такие значимые. Хотя вот то, что я упоминал сегодня уже по той работе, которую я упоминал, все, кто интересуется этим вопросом, я рекомендую посмотреть, потому что любопытно, что опять же, что нет у тех пациентов, которые после ковида обследовались на МРТ, у них не было значимых изменений, сократительных, изменений сердца не было. В то время, как мы предполагаем, что МРТ при остром миокардите очень информативный момент как раз острого воспалительного процесса, то есть когда все признаки воспаления есть, когда утолщен миокард, когда есть накопление соответствующих контрастов не субэндокардиально, а субэпикардиально или интерамурально. То есть вот такие патагономичные признаки воспаления. Соответственно, применяются Лейк-Луевские критерии для дифференциальной диагностики миокардита. Ну вот покажу несколько снимков, очень красивые картинки. Видно, как вот видно в межжелудочковой перегородке вкрапление контраста, в боковой стенке левого желудочка вкрапление контраста, не типичный для ишемии миокарда. Вот еще пациент, который у нас был, это, кстати, очень любопытный пациент, тоже поступивший фактически с картиной клиника острого коронарного синдрома, то есть острая боль после перенесенного острой респираторной вирусной инфекции, в крови был лейкоцитоз, ускоренная соица, реактивный белок положительный, повышенный уровень ЛДГ. И вот очень красивая типичная картина с утолщением стенок миокарда и с включением контрастного вещества по ткани миокарда. И, соответственно, мы видим, как и мы видели, как потом в динамике это все разрешилось достаточно быстро. Мне вообще, в принципе, нравится идея МРТ-диагностики, потому что она позволяет неинвазивно проследить динамику процесса и отследить изменения в миокарде, как они текут и есть ли позитивные эффекты, переходит ли миокардит в стадию вот такого хронического процесса с простепенной дилатацией полостей или происходит разрешение острого заболевания. Но недостаток мы с вами тоже все знаем, нельзя определить вирус позитивный или вирус негативный данной формы миокардита. Коронарография безусловно выполняется этим пациентом в качестве дифференциальной диагностики, особенно у пациентов с острым миокардитом, протекающим по типу острого коронарного синдрома. Биопсия миокарда очень такой вопрос спорный, всегда вызывающий много вопросов, связанных о нужном ли, и всем ли нужно, и когда нужно. В рекомендациях я не стал показывать, все, кто потом получит рекомендации, посмотрят подробнее, там достаточно много причислено показаний для биопсии миокарда, но в принципе базовые это быстрое ухудшение состояния, то есть когда пациент быстро ухудшается, мы не знаем по какой причине. Если есть повод дифференциальной диагностику проводить заболевание с другими формами заболевания, ну вот у нас например был как-то интересный случай, когда вопрос был о рестриктивной кардиомиопатии и в конечном итоге она оказалась ишемической болезнью сердца, потому что был поражен ствол левокоронарной артерии. Неаффективность терапии, то есть если на фоне проводимой терапии ухудшение, идет быстрое ухудшение самочувствия, тяжелое повреждение миокарда, обширный миокардит, если есть необходимость выделить вирусы, соответственно это опять же вопрос дифференциальной диагностики. Но надо помнить, что безусловно специфичность высокая, но чувствительность низкая, при том, что биопсия является золотым стандартом, правила ее проведения достаточно жесткие, чтобы она была эффективна, надо брать не менее трех кусочков из не менее трех биоптатов, причем желательно из левого и правого желудочка это делать. Хочу сразу сказать, что это достаточно безопасная процедура в тех центрах, где это делается достаточно активно и на постоянной основе частота осложнений более полупроцента. Обязательно, если планируется проведение биопсии миокарда, безусловно, 100% должно планироваться иммуногистохимическое исследование этих препаратов и ПЦР диагностика на предмет наличия вирусов в ткани миокарда. Если посмотреть такой вот блок-схему, все-таки когда принимается решение андобиокардиальной биопсии, если это нестабильный гемодинамический пациент и у пациента кардиогенный шок неясной этиологии, то есть непонятная причина шока, то эндомиокардиальная биопсия показана данному пациенту. Потому что если это миокардит, мы предполагаем, что у пациента есть шанс на восстановление и такие случаи описаны, достаточно много описанных случаев с использованием вплоть до использования механических средств поддержки. если это не активный воспалительный процесс, то скорее всего речь будет идти о пересадке сердца. Если речь идет о сохранных пациентах, то показания для проведения биопсии будут сформированы у тех пациентов, в которых вначале были положительные маркеры повреждения миокарда или МРТ положительные, и потом в процессе лечения сохраняется неэффективное лечение в течение 2-3 месяцев, допустим, сохраняется снижение фракции выброса или она нарастает снижение фракции выброса, клиника сохраняется, то тогда в этой ситуации показана эндомиокардиальная биопсия. Продолжение то же самое касается и пациентов со сниженной фракцией выброса, все-таки мы подходим к эндомиокардиальной биопсии через 2-3 месяца после неэффективного лечения. Почему вопрос был задан, почему важно определение вируса? Важно, потому что есть 2 модели вирус-позитивный и вирус-негативный миокардит, то есть вирус-позитивный миокардит, это когда мы подтверждаем репликацию вируса в ткани миокарда и фактически проводить иммуносупрессивную терапию не имеем права. Было достаточно исследований, которые подтвердили, что на значение глюкокартикоидов иммуносупрессивной терапии у этой группы пациентов поведет к ухудшению течения этого заболевания. В то же время вирус-негативный миокардит, а сюда попадают и аутоиммунные повреждения, гигантоклеточные миокардиты, и азинофильные, и пресаркоидозы. Эти все пациенты нуждаются в хорошей иммуносупрессивной терапии. И опять же, пусть небольшое количество исследований, которые это доказывают, но есть и рандомизированные исследования, которые показывают, что подход к терапии на основе персистирования вируса в ткани миокарда и назначение иммуносупрессивной терапии дает очень хорошие позитивные эффекты прогноза у этих пациентов. С чем мы диагностику диагностику проводим? Как уже говорилось, острый инфаркт миокарда, ДКМП диапатическое, поражение клапанов сердца, врожденные пороки сердца, поражение сердца при артериальной гипертонии, миокарда, дистрофии, болезни щитовидной железы, амиродоз, аркейдоз. Итак, переходим к лечению. Соответственно, первый постулат, который в наших рекомендациях упомянут, это то, что, безусловно, мы должны с вами пользоваться рекомендациями по лечению острой хронической сердечной недостаточности с определенными агароуборками, в частности, по ограничению применения некоторых препаратов. задача лечения это неотложная коррекция жизнеугрожающих состояний при тяжелых миокардитах рефракторно-сердечной недостаточности. Это коррекция хронических проявлений недостаточности сердечной недостаточности у пациентов с диффузным миокардитом или с хронической формой миокардита и специфическое этиопатогенетическое воздействие на вирус или на аутоиммунное воспаление или воспалительный процесс. Итак, сначала рассмотрим, что мы прописали и что прописано в наших рекомендациях в плане лечения острых тяжелых состояний. Понятно, что при шоке немедленный начал мероприятий по стабилизации гемодинамики и респектраторной поддержки здесь, наверное, даже не буду больше ничего комментировать. Катеризация центральной вены обязательно, если проблемы со стабильностью гемодинамики, обязательно пульс оксиметрии должна быть налажена. С кислородотерапией рекомендуется только при наличии при снижении сатурации кислорода или профессионального давления кислорода в крови. Если таких изменений не имеется, не рекомендуется проведение оксигенотерапии, так как она может вызвать вазоконстрикцию и снижение сердечного выброса у пациентов. Мы понимаем, что тяжелые пациенты с тяжелым миокардитом это пациенты обычно с фульминатным таким миокардитом и, соответственно, молниеносным миокардитом они имеют резко сниженную фракцию выброса. У пациентов, в которых развивается респираторный дистресс-синдром, рекомендовано назначение СИПАП-терапии соответствующими ограничениями, если они есть, интубации и перевод на ИВЛ рекомендуется при дыхательной недостаточности и гипоксимии. Вот здесь я, наверное, даже, может быть, немножко отклонюсь, потому что, видите, уровень рекомендаций достаточно высокий и, может быть, такое лирическое обступление в центр, где я работаю, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, участвовал в лечении ковид-пациентов. Мы два месяца были ковидарием и прошло через нас 760 пациентов с ковид-инфекцией. То есть мы полностью закрывались. И у нас так интересно, что получилось, у нас две реанимации. Одна кардиологическая, а вторая кардиохирургическая. И очень любопытно, что в двух этих реанимациях два совершенно противоположных идеологических подхода к ведению пациентов. Кардиохирургическая реанимация традиционно за интубацию раннюю, за ведение пациентов на искусственной вентиляции. Алло, есть звук, коллеги? Коллеги, ответьте кто-нибудь, есть ли звук? Да, простите, потому что кто-то написал, что звука нет. Значит, одна группа это хирурги, которые, это реаниматологи, которые за интубацию раннюю, и вторая группа, которая, наоборот, тянула пациентов как можно дольше, и в частности активно использовала СИПАП-терапию. Так вот, я вам могу сказать, что летальность среди пациентов, а группа пациентов одинаковых были, то есть у нас не было там какого-то распределения специального между реанимациями по тяжести, то есть все пациенты равным образом попадали в одну и в другую реанимацию. Так вот, выживаемость пациентов в кардиохирургической реанимации, где использовался ЭВЛ, оказалась намного хуже, чем пациентов в кардиологической реанимации, где активно пытались избежать ЭВЛ и назначить СИПАП-терапию. Поэтому и неинвазивные методы вентиляции легких. Поэтому очевидно, что лечение таких вот респираторных дистресс-синдромов скорее всего все-таки именно за неинвазивными методами вентиляции. Диуретическая терапия очень важный аспект. Безусловно, всем пациентам, у которых есть признаки гипергидратации, необходимо назначение диуретиков, петлевых диуретиков, либо фуросемида, либо теросемида. Причем теросемид немножко лучше и форма в рекомендациях описываются различные варианты. Это болезненное введение или непрерывное введение. Вы почитаете, как бы какого-то конкретного предложения в ту или иную сторону нет, пока у нас нет четкого предпочтения. Но есть описанные рекомендации или предложения, как избегать рефракторности к диуретикам. В частности, рекомендовано назначать ингибитор карбоангидразы, либо комбинировать петлевые диуретики с антагонистами минерал-кортикоидных рецепторов. При этом мы имеем предложение, что если такая комбинация недостаточно эффективна, можно использовать высокие дозы антагонистами минерал-кортикоидных рецепторов, в частности, прилиминону или спирминонолактону. Если это неэффективно, то тогда рекомендуется использование ультрафильтрации. Вазодиллататоры, безусловно, показаны при сохраняющемся исходном достаточно неплохом систолическом артериальном давлении, если оно больше 90 мм втутного столба. Инотропная поддержка или инотропные препараты опять же показаны при тяжелой декомпенсации и появлении показаний для этих препаратов. Глюкокортикоиды уже касались этого вопроса в острой стадии заболевания. Назначать глюкокортикоиды с острым миокардитом не показаны пациентам, но за исключением аутоиммунного и азитнофильного гранулематозного гигантоклеточного миокардитов. То есть фактически при тяжелом течении миокардита и высокой вероятности именно миокардита как причины декомпенсации и шока безусловно показаны миокардиальной биопсии и достаточно быстрое назначение глюкокортикоидов. Если стоит вопрос даже о присоединении аппаратов ЭКМО типа искусственного левого желудочка обхода левого желудочка это все позволяет провести биопсию миокарда и верифицировать диагноз. Нестероидные противовоспалительные у пациентов с декомпенсированным миокардитом не показаны с нестабильной гемодинамикой не показаны. Антикоагулянты Если пациент с низкой фракцией выброса более трех суток в положении лёжа безусловно рекомендовано назначить гепарин на ближайшие полторы две три недели. Если у пациента есть тромбо с глубоких вен голени есть тромб в полости левого желудочка тромбы в полости левого желудочка определяются почти у 25% пациентов соответственно показан варфарин и варфарин показан на долгий период до трех месяцев и дальше при сохранении показаний. Не рекомендуется назначать варфарин как средство профилактики у пациентов с нормальным синусовым ритмом отсутствием данных в тромбах в полости сердца и нижних конечностях. Коррекция нарушений ритма значит здесь возможно небольшие отличия от лечения нарушения ритма у пациентов с хронической сердечной и остросердечной недостаточностью в любом случае коррекция ритмов коррекция назначения антиоритмиков показана квинтэссенция что безусловно преимуществом обладает амиодарон как препарат выбора если он не показан или какие есть противопоказания к его назначению то саталол не рекомендуется применение бета-адреноблокаторов пациентов в острую тяжелую фазу миокардита потому что они способны снизить сократительную способность а также избегать назначения антиоритмиков первого и четвертого класса именно потому что они обладают отрицетельным монотропным эффектом достаточно выраженным и могут снизить сократительную способность миокарда и убить течение миокардита кардиостимуляция и кардиовертер дефибрилляторы тоже тема интересная потому что часто нарушение ритма мы видим и вот здесь очень для нас наверное любопытная стука появляется рекомендация использования носимых дефибрилляторов причем до 1-3 месяцев в зависимости от течения воспалительного процесса мы с вами должны четко понимать и стоять на своем что пока у пациента есть признаки активного воспаления пока пациент находится в стадии активного воспалительного процесса какие-то постоянные имплантируемые устройства установка кардиоксов кардиовертер дефибрилляторов этим пациентам противопоказано они будут неэффективны и соответственно возможно в них отпадет необходимость почему я обращаю внимание на то что это прописано в рекомендациях носимые дефибрилляторы потому что все что прописано у нас сейчас в рекомендациях если их принимает Минздрав то это в принципе становится почти законом и исполнение этих рекомендаций становится обязательным для врачей медицинских организаций таким образом мы понимаем что медицинские организации должны быть оснащены такими устройствами ну вот так выглядит аппарат для ЭКМО или обхода левого желудочка и вот не так много красивых случаев но в принципе они есть это вот один из красивых случаев когда острый миокардит фульминатный миокардит у ребенка девочки девятилетней протекал в виде кардиогенного шока с желудочковой тахикардии экстрасистолии при поступлении это все развилось у этой девочки на третий день после ОРВИ и единственным способом лечения фактически было подключение аппарата искусственного кровообращения и вот изменения в сердце вы видите дилатацию левого желудочка и потом достаточно быстро собрался левый желудочек и потом на фоне противовоспалительной терапии активной иммунсупрессивной терапии восстановление и на десятый день на десятые сутки полностью аппарат отключен и восстановление сокращительной способности миокарда и полости левой желудочкой сердца работоспособность сердца, с нормализацией и с уходом всех нарушений ритма. Острый миокардит стабильного течения. Здесь у нас пойдут рекомендации сначала общего характера. Рекомендация первая, что пациенты, безусловно, перенесшие миокардит или переносящие миокардит, у них должна быть ограничена физическая нагрузка на долгий период времени, это 6 месяцев. Особенно для спортсменов. Ограничение приема соли, отказ от курения и употребление алкоголем. Из препаратов, которые целесообразно принять у этих пациентов, я думаю, что не буду я очень подробно останавливаться, потому что все это достаточно известные схемы, и они пересекаются схемами лечения хронической сердечной недостаточности, а в нашем случае это фактически патогенетическая терапия. Это ингибитор АПФ, это препараты для антагониста рецепторов к ангиотензину-2. Это использование комбинированного препарата ингибитора ангиотензиновых рецепторов и непролизина для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. БТ-адреноблокаторы и вабрадин, если у пациента сохраняется тахиаритмия и невозможно означать БТ-адреноблокаторы, и антагонист минералокортикоидных рецепторов. Что более интересно, это патогенетическая терапия. Настероидные противовоспалительные препараты у таких пациентов уже могут приниматься. Это может быть пролонгированный прием деклофенака, аспирина. В европейских рекомендациях присутствует колхицин. К сожалению, в наших рекомендациях мы его не вставили в связи с тем, что этот препарат недоступен. Кроме того, будет рассмотрена дальше иммуносупрессивная терапия. И для пациентов может выродиться треамциналон интраприкадиально при наличии выпада. Иммуносупрессивная терапия, как уже говорилось, показана при наличии отрицательного ПЦР на геном вируса в эндомиокордиальной биопсии. Соответственно, иммуносупрессивная терапия подсказана пациентам, имеющим аутоиммунный процесс. Это аутоиммунный миокардит, либо форма гиганта клеточного визиофинного миокардита, циркоидоза. Почему мы говорим, что эта терапия эффективна? Да, это уже достаточно известное исследование, может быть достаточно старое, но оно одно из самых красивых, которое было. Была четкая верификация пациентов по причинам миокардита, вирус позитивный, вирус негативный миокардит. Схема лечения здесь представлена. Это преднизолон в комбинации с азотиоприном, мощная иммуносупрессивная терапия. Пациенты, которые получали иммуносупрессивную терапию, большинство из них восстановило фракцию выброса. По сравнению с контрольной группой снизился диастолический объем левого желудочка. По сравнению с контрольной группой выживаемость этих пациентов оказалась лучше. Поэтому, если дифференцированно подходить к иммуносупрессивной терапии, мы будем получать у пациентов хороший клинический результат. Этиотропная терапия, в частности противовирусная терапия, в рекомендации, но у нас прописан только интерферон бета у пациентов с миокардитом. В случае доказано наличие интервирусного миокардита у пациента. Понятно, что в реальной клинической практике это достаточно сложно сделать. Это очень редкие пациенты, которым надо делать биопсию миокарда и проводить соответствующие обследования. Если врач не обладает такими ресурсами в своей больнице, в медицинской организации он должен пациентов переводить. Реально сейчас переводить пациентов в специализированные центры, если это Москва, если это другие регионы, то в национальные медицинские исследовательские центры, которые на этом специализируются. В частности, к нам эта возможность такая существует с помощью телемедицинских консультаций. По иммуноглобулинам. Здесь такой вопрос. Мы прописали, что не рекомендуется высокие дозы иммуноглобулина, хотя при вирус-позитивном миокардите иммуноглобулины в больших дозах вводятся. 1-2 грамма на килограмм тела. Но есть другая форма введения иммуноглобулина. Это средняя доза иммуноглобулина, где-то 20 грамм пентаглобина. Они обладают функцией иммуномодулятора. И даже при аутоиммунном воспалении небольшие умеренные дозы иммуноглобулина дают позитивный эффект. Иммуноабсорбция не рекомендуется пациентам при остром миокардите, но, как я уже говорил, это определенная интересная технология для лечения пациентов с хроническим течением миокардита и с делекционной кардиомиопатией. Радикальные методы исследования, методы лечения, такие как кардиоверторы, дефибрилляторы, кардиостимуляторы, радиочастотная апплация, пересадка сердца, они все показаны только при подтверждении разрешения активного воспалительного процесса. Медицинская реабилитация. Безусловно, аэробные нагрузки показаны пациентам, если с сниженной фракцией выброса. Ориентироваться надо на пиковую потребность кислорода. Если она низкая, то, соответственно, пациент не подлежит физической реабилитации. Но с точки зрения упрощения этого подхода, это тест 6-минутной ходьбы. Если пациент не может пройти расстояние больше 150 метров, этот пациент не должен подвергаться реабилитации. Если он может пройти больше 300 метров, то, соответственно, пациент переходит в группу реабилитируемых. Профилактика и диспансерное наблюдение. Да, надо помнить, что острый миокардит может превратиться в хроническую форму и прогрессирующую сердечную недостаточность ДКМП, делекционная кардиомиепатия с фенотипом делекционной кардиомиепатии. Надо помнить, что удовлетворительное самочувствие не исключает наличие тяжелого, наличие возможного повторного рецидива. У пациентов, принесших острый миокардит, наблюдение диспансерное должно проводиться в течение не менее года. В рамках диспансерного наблюдения и визитов, что рекомендуется делать? ЭКГ, это опять же прописано в рекомендациях, ЭХО по показаниям Холтеровского мониторирования, тест 6-минутной ходьбы, клинический анализ крови, циреактивный белок, проби, НП. Соответственно, если наблюдаем рецидив, пациент госпитализируется. Обращаю еще отдельное внимание на то, что этим пациентам показана вакцинация от кори, краснухи, паротиты, гриппа, полиомиелита. И обязательно вакцинация показана от пневмококковой пневмонии. Пожалуй, все, коллеги. Спасибо большое за внимание. Я буду благодарен за вопросы и за предложения. Да, ну вопросов что-то никто не писал, кроме меня. Ну мне, да, вот, да, дисгормональная, климактерическая кардиомиепатия, которая очень плотная. Ну, я хочу напомнить, что есть такая книжка. Да, есть. Известная, да, ее, наверное, было. И последние два издания уже с моим участием. Сейчас я фактически остаюсь наследником моего отца и моей матери, которая является соавторами этой книги. И поэтому эта тема, конечно, она очень важна. И, ну, не знаю, это, может быть, не имеет прямого отношения к миокардитам, не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме, но раз уж вы там даете какие-то определения и термины, и тем более я услышал, что ваш отец тоже где-то склоняется к какому-то такому кардиопатическому подходу, да, то, может быть, все-таки, учитывая, что это наше отечественное достояние, может быть, все-таки где-то упомянуть об этом, потому что, ну, мне кажется, что это провалится, и дальше мы не вернемся уже. Согласен. Согласен. Будем пересматривать, будем предлагать этот вариант. Но кардиомиепатия, наверное, кардиострофия, вы имеете в виду, наверное, тоже, отчасти, да? Ну, тут много разных терминов. Исходный термин – дисгормональная кардиопатия. Возможно, я думаю, что это… В кардиострофии там тоже все не очень хорошо морфологически. Да, может быть, я думаю, что нужно будет отдельно рекомендации написать и либо включить в эти. Мы можем обсудить как раз на съезде кардиологов этот вопрос. Ну, Филипп Николаевич, я боюсь, что сейчас написать некому рекомендации, а тема уйдет, у вас просто упомянуть этого достаточно. Потому что ее перестали обсуждать. Так, еще какие вопросы. Вот есть ли особенности миокардита, видимо, при ковиде? Вы знаете, вот интересная история. Я вам уже сказал про эту статью. Сейчас еще раз я скажу, где она была опубликована и как она, значит, она была опубликована в JAMA Cardiology, и она была опубликована, это июльский номер, так, 27 июля 2020 года. То есть это вот совсем новенькая такая статья. И там вот говорится, что фактически 70% людей, кто перенес ковид и уже находится в стадии реконвалисценции, глубокой реконвалисценции, 7 дней прошло после ковида, у них эти изменения есть. Но при этом не страдает сократительная способность миокарда. У нас сейчас было вот 75 лет, была большая наша конференция, кардиоцентр, выступал главный патологоанатом Москвы, сказал, что подтвердили, я повторяю, потому что, хоть это расходится с официальной статистикой, но я повторяю его слова, и он за это отвечал, что реально погибло 13 тысяч пациентов, не 5 тысяч, а 13 тысяч пациентов с положительным ковидом. То есть на вскрытии положительный ковид был обнаружен у 13 тысяч пациентов. И миокардит, вот именно поражение миокарда, они видели где-то, он сказал, в одном проценте случаев. То есть пока ситуация, на мой взгляд, не сильно понятная. То есть, наверное, все-таки... А, еще интересный клинический случай. Вот мы сейчас тоже наблюдали его, женщина, 56 лет, которая у нас была с тяжелым ковидом, и у нее был синдром токацуба, то есть острое вот... Все-таки мы его расценивали как острое такое стрессовое повреждение миокарда. Якобы не миокардит, потому что смотрели наши коллеги, все, кто специалисты. Но это все разрешилось. Вот прошло 2,5-4 месяца, извините, после ее выписки. Она приезжала к нам буквально на днях. Ничего не нашли, то есть абсолютное выздоровление. Поэтому я думаю, что пока, видимо, миокардит, как течение поражения миокарда у больных с ковидом, не столь значим клинически, как... Ну, не столь значим клинически. Вот так, я бы сказал. Применение 3 мектала в постковидном периоде. Реабилитации есть ли данные? Официальных данных нет. Возможно, экспериментальный или, так скажем, любительский, но он у нас не включен в наши рекомендации. Ну, ваша рекомендация, наверное, постковидный синдром еще не включен, потому что они писались несколько раньше, чем появился ковид. Поэтому это как раз то, что придется менять через 6 месяцев, скорее всего. Ну, наш опыт говорит, что какой-то специфической пользы от данного препарата у пациентов нет. Просто иногда начинает путать именно миокардит и делационную кардиомиопатию как фенотип, особенно у пациентов с ишемической болезнью сердца. То есть вот то, что мы иногда видим в литературе, там такое месиво получается, когда под одной картинкой очень большую группу пациентов берут со сниженной фракцией выброса, из которых есть и воспалительные миокардиты, и среди которых есть и ЭБС с тяжелым поражением, и там показывают, что эффективен препарат. Ну, вот я бы так сказал, что достоверных данных нет. Понятно. Филипп Николаевич, я вас правильно понял в переводе на русский язык, что вы вынесли приговор ИВЛ при ковиде. Как это сделали уже многие на самом деле. Ну, вы знаете как, мы не избегали ИВЛ. Ну, понятно, нет, но очень сложно. Тех, кого наши вот эти вот кардиохирургические реаниматологи сразу быстренько интубировали, пометуя, как бы, ну, имея вот эту психологию, побыстрее на ИВЛ и полечить, и все пройдет. Вот, они, конечно, имели худшие, существенно худшие результаты. То есть, мы прямо даже, ну, не расстроились, но мы понимаем, что там были на порядок хуже результаты, чем у коллег, которые боролись до последнего. Ну, сейчас я должен сказать, я там послеживаю вокруг нас, что происходит, что сейчас, конечно, стараются до конца тянуть без ИВЛ, но буквально уже кладут только на трубу тогда, когда совсем все плохо. И это приносит свои плоды, люди перестали умирать. Да, да. Просто вы же знаете, да, у нас же, когда вот все это открывалось, была же прямо целая истерия, у нас был норматив, сколько мы можем открыть коек, сколько из них должно быть обеспечено ИВЛ, кислород. Да, но это весь мир, это не у вас, это же истерия охватила мир. С помощью было в Италии, что возили туда-сюда аппараты, это все оказалось, что только они, оказалось, что это не так. Мы же тоже дали, даже взяли у наших коллег из онкоцентра два десятка аппаратов за то, что они избежали работы в ковиде, а мы нет. Понятно. Теперь, так. Значит, смотрели ли вы маркеры ДВС-синдрома при миокардитах в целом? Я имею в виду растворимые комплексы фибрин-мономеров, плазминоген. Значит, сейчас вот уже довольно часто смотрят фактор Вилебранда. Другие вещи, которые показывают наличие тромбоваскулита, которые можно все-таки как-то сейчас определять уже лабораторно. Раньше это носило более-менее гипотетический характер. Вот. Вопрос просто к дальнейшему я сразу могу перейти. Это вопрос применения антикоагулянтов не как профилактику тромбозов и тромбоэмболий, а вопрос патогенетического применения антикоагулянтов при вот этой патологии. Ковид тоже на это немножко спровоцировал на такие размышления, нет? Не смотрели, да? Нет, мы не смотрели специально. Я адепт того, что, в принципе, если тяжелое течение миокардита, безусловно, назначать антикоагулянты, лучше управляемые, типа гепарина или низкомолекулярных гепаринов, если есть такая возможность, ну, конечно, не варфарин, потому что с ним слишком сложно. Вот. Именно в период острой инфекции. Я бы рекомендовал. То есть это на уровне такого вот мнения субъективного. Ну, да, ну, понятно, у вас все субъективное мнение, уровень С, так что вы не огорели. Да, там фактически, да, все. А вообще я вам должен сказать, это старая история, когда мы только начали вводить доказательную медицину в России и разговаривали с американцами, с канадцами, с Макмастеровским университетом. Они говорят, да чего вы беспокоитесь? В медицине, ну, 10% доказанная информация, а 90% никогда не будет доказана, поэтому не надо уж очень так огорчаться на эти буквы и цифры. А вы же знаете, наверное, слышали про исследование парашют? Ну, так сходу нет. А это англичане решили пошутить, и они решили с помощью инструментов доказательной медицины доказать, спасает ли парашют при падении с большой высоты. И даже опубликовано это исследование, называется парашют Стари, значит, они доказали, что если использовать подходы доказательной медицины, то нет никаких данных о том, что парашют спасает при падении с большой высоты. То есть не было плацебо-контролируемых двойных слепых исследований, которые бы показывали, что люди спасаются, и есть были случаи, когда люди с парашютом разбивались, были случаи, когда люди без парашюта и выживали. Поэтому, ну, там вопрос задавался, а стоит ли проверять, если очевидно, что это работает. Ну да, я как раз хотел плавно перейти к тому, с чего вы начали там жаловаться на Минздрав, что на самом деле, какой смысл мне доказывать, что нитроглицерин снимается на кардию. Ну, не нужно мне этого доказывать, это уровень убедительности А безусловный, хотя ни одного рандомизированного исследования нет. Ну и не надо. Или что железо помогает при железодефицитной анемии. Ну, что мне тут доказывать? Оно помогает безусловно, это уровень А. И, кстати говоря, нам как раз адепты доказательной медицины это сразу говорили, что, ребят, не все нужно проверять в условиях рандомизированных исследований, тем более, что у нас огромное количество тем в медицине, которые просто фактически нельзя собрать в какую-то доказательную базу. Ну, там сепсис, например, или еще что-то. Да, вы никогда не наберете никакой доказательной базы, просто потому что больные встречаются в разных местах. Я уверен, что и с миокардитом те же самые проблемы, что набрать рандомизированные группы – это просто встать на уши ради того, чтобы получить какое-то формальное подтверждение того, что и так понятно. Да, согласен. Поэтому тут, конечно, вопрос. Что касается антикоагулянтов, ну, мы тут во время ковида, конечно, развернулись очень сильно в этом плане. Мы предложили применять антикоагулянты при ранней стадии заболевания, не дожидаясь, когда оно пойдет дальше. Антикоагулянты, конечно, оральные прямые антикоагулянты, никакого варфарина даже мы там не обсуждаем, это бессмысленно. И у нас совершенно потрясающие результаты. Ни одного прогрессирования заболевания при раннем начале оральных антикоагулянтов. Я понимаю, что, может, к миокардиту такого прямого не имеет отношения, но тем не менее. Тем не менее, да, мы тоже в период ковида использовали антикоагулянты и очень активно, но сначала использовали терапевтические, достаточно высокие, потом перешли на средние дозы антикоагулянтов, потому что получили несколько, чего мы раньше вообще не видели. То есть это, знаете, вот как описывают иногда осложнение, ты его знаешь, но никогда не видишь в жизни. А здесь мы получили несколько тяжелых, больших кровотечений, типа забрюшимное пространство. И мы реально с такими пациентами столкнулись. И даже у нас, по-моему, пару погибло именно от кровотечения пациентов на фоне антикоагулянтов. И еще раз говорю, для нас это было нетипично, потому что те дозы, которые мы назначали, для нас это были нормальные дозы. То есть мы их воспринимали как естественные, нормальные дозы для лечения пациентов в обычном режиме. Ну понятно, мы просто до сих пор, наверное, все-таки не имели дела с тяжелым ДВС-синдромом, который здесь при ковиде. Да, он редко, да. Он как раз гематомный тип и дает кровоточивости. Да, у нас же, да, фактически, вы же понимаете, да, мы кардиологи. Ну да, специфика другая. Но мы даем препараты в профилактических дозах, те, которые дают обычно там при аритмии или для той же пролонгирной профилактики тромбоэмболии лёгочной артерии, то есть те дозы, которые практически безопасны, не требуют контроля. Вот, интересно, что вышла хорошая статья недавно, неделю-две-три назад, Синайский, господи, я не как эту гору, горы Синай, в общем, госпиталь в Нью-Йорке известный. Вот, и они написали, то есть они там не педалируют, но написали, что разница между большими терапевтическими дозами гепаринов и, значит, профилактическими они не обнаружили. У них там более чем по тысяче пациентов в каждой группе. То, что гепарины снижают летальность в два раза, это точно, а то, что разницы между большими и малыми дозами нет, это вот они тоже написали. Это, пожалуй, я впервые вижу такую статью. Вот. Ну, то, что вообще ковид-то перечеркнул всю доказательную медицину, это мы с вами знаем, потому что все, что применялось, шло абсолютно мимо доказательств. Просто вот. А давайте попробуем. А когда вы будете проводить общество, посвященное ковиду? Мне кажется, прямо уже созрело. Ну, вообще... Растет выливаемость. Да, четыре раза мы провели, или пять раз, я уже даже забыл, провели вебинары по этому поводу, в частности, в рамках деятельности нашего общества. А в конце января у нас будут боткинские чтения, и я позволил себе поставить свой доклад по роли терапевтического московского общества в борьбе с ковидом, потому что я считаю, что мы сделали огромную работу по внедрению этих технологий и по лечению больных, по электронному телемедицинскому обеспечению. Вот. И, конечно, я об этом буду рассказывать, если нас опять пустят в зал, потому что неизвестно, как оно, дело, пойдет. Мы вот провели в сентябре, с 9 по 11 сентября, успели провести наш съезд. Такое ощущение, что скачали в выходящий поезд. Ну, не знаю, у нас 30-го тоже конференция открытая будет в Холидейн Сокольники. Вот. Всех туда приглашаем. Это 25-я конференция по теме пожилого больного. Пока нам никто ничего не воспрепятствовал. И на прошлой неделе мы проводили заседание школы, Московское общество терапевт тоже открытое. Но мы и там, и там дублируем, делаем и открытое заседание, и выводим это все в эфир. Потому что, конечно, многие не приходят, и побаиваются, ну и вообще зачем нам тоже рисковать. Вот. Ну, я надеюсь, что пока мы еще будем работать. Но пленарное заседание – это первый мед. Понимаете, гостиницы, там, другие залы нам предоставляют. А первый мед пока вот он так ограничивает. К нам приезжайте в гости. Хорошо. У нас залов много. Хорошо. Будем иметь в виду. Ну что, друзья, давайте я смотрю, больше вопросов нет. Тогда я хочу поблагодарить докладчика за совершенно фантастический, по-моему, по насыщению доклад. Я прослушал от корки до корки, просто с открытыми ушами, и каждый слайд мне был интересен. Хотя я далек от кардиологии, и уж тем более от миокардитов, честно говоря, так вот я даже не вспомню, лечил ли я когда-нибудь миокардит. Ну, тем не менее, было очень много интересного. И еще я хотел бы обратить внимание слушателей на то, что здесь были представлены отечественные собственные данные. Это не были бесконечные ссылки на зарубежную литературу. Потому что мы должны понимать, что в медицине все-таки Россия, ну, не отстает, сильно не отстает. Может быть, там какие-то технологии, да, мы не воспроизводим. Но в целом в клинической медицине я считаю, что приоритет России, он остается достаточно выраженным, достаточно сильным, достаточно мощным. И не случайно мы эту премию, вот нашу премию по терапии нашего общества за развитие, развитие отечественной терапевтической школы, да. Это не просто премия, вот, ради того, чтобы премия. А мы говорим о том, что российская отечественная школа, это мощная школа терапии, и она требует поддержки, требует дальнейшего развития. И мы видим, что у нас есть такие потенции, есть кадры, которые могут двигать науку и дальше. Поэтому еще раз большое вам личное спасибо, а также приветы и поздравления вашему отцу за всю ту работу, которую он на протяжении долгих лет сделал. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok